Привет, красотка! И сегодня я хочу поделиться своими фаворитами за прошедшую зиму и начало весны. Если честно, я планировала такие видео делать именно посезонно, но как-то в начале весны было не до фаворитов. Напомню для тех, кто вдруг оказался на этом видео впервые, в подобных видео я делюсь своими любимчиками из разных категорий. То, чем я пользовалась, то, что мне понравилось, что я для себя открыла. И начну я с категории, с которой никогда не начинала, потому что прям начинать сходу про еду говорить, как будто это было самое важное. Но так как в кадре появляется эта потрясающая кружка, и речь сейчас пойдет не о кружке, хотя она тоже классная, а о содержимом, о том, что внутри. А внутри у меня кофе. Невероятно вкусный, насыщенный, свежезаваренный. Хотя я сейчас на студии, как бы я сейчас заварила кофе, скажете вы. В этом и весь секрет. Дрип-пакетов. Звучит, как будто это реклама, но нет. Тести кофе, обращайтесь ко мне, я с радостью прорекламирую. Находка и любовь невероятная. Это дрип-пакеты. Звучит так мило, как бич-пакет какой-то. Суть в том, что здесь хранится кофе смолотый. Внимание, казалось бы, смолотый кофе, он теряет свою насыщенность, свой аромат, потому что его уже смололи, неизвестно сколько там лет назад. Здесь кофе хранится в азоте. И как только вы откроете упаковку, вы убедитесь в том, что аромат сохранен невероятно. Это такой пакет для заваривания прямо у себя в кружке. То есть вам ничего, кроме кипятка, не нужно для того, чтобы получить наивкуснейший кофе, как будто вот только сейчас под тебя сделали, как в кофейне, фильтр кофе, например. До этого пакета я не любила кофе пить без молока. Я пила либо на кокосовом молоке, либо на соевом. Но он перевернул все. И теперь я люблю вкус черного кофе. Люблю угадывать нотки, люблю смаковать каждым глоточком. А еще круто, что это именно такой туго-вариант. Я хотя дома ими пользуюсь, дома завариваю. Но, например, когда я езжу в Тагил, у бабушки мне иногда хочется вкусного кофе. Вот знаете, ты такой поел, бабушка довольна, твой желудок полон. И вот хочется кофеечка такого вкусного, ароматного. У бабушки есть либо растворимый кофе, либо цикорий. Я просто буду брать с собой сейчас и заваривать невероятно вкусный кофе. Мне безумно нравится Таиланд Дой Сакет. У них там самые разные есть сорта кофе. И на самом деле есть для любителей именно молочных кофе, те, кто вообще никогда не сможет пить черный. Хотя я тоже такой была. Есть такие белые пакеты. Там нужно добавлять чуть меньше горячей воды и тогда разбавлять молоком. Вы можете, кстати, если вы из Эксернбурга, можете прийти к нам в кофейню, пара кофе и купить, попробовать. Поэтому сегодняшнее видео у меня будет сопровождение с этим потрясающим напитком. Еще из категории еды это тофу фирмы Рассоя. Это скорее, знаете, про все новое, давно забытое, старое. Потому что я всю жизнь покупала тофу фирмы Рассоя. Это очень вкусный тофу, сочный, который можно сделать и в соленом виде с соевым соусом на сковородке, и из молоти сделать тофники, добавив тогда сироп и немножечко молочка. Но почему-то потом, когда мы начали с Денисом заказывать все время еду онлайн через приложение, в этом магазине не было фирмы Рассоя. Но была очень упаковка похожая. Я только сейчас это поняла, что упаковка по цвету, она просто идентичная. Мы перешли на него, я его ела, ела. И представьте себе, мне понадобился год, чтобы понять, что все это время я ем тофу не моего любимого производителя. Он был суховат, но терпимо. Я думала, ну, может быть, что-то поменялось. Потом я просто-напросто посмотрела свои же видео двухлетней давности, ну, где-то полтора года назад, и увидела, и меня просто как осенило. И теперь в другом магазине специально, то есть все продукты мы заказываем в одном приложении, и специально тофу по 12 пачек я заказываю разом в другом магазине, чтобы лишь бы пришла Рассоя. Просто если для вас тофу это вообще неизведанный продукт, вы хотели, например, попробовать, но вам все время он кажется будет невкусным, или вы даже пробовали и уже разочаровались, то попробуйте Рассою. И еще то, что я записала, а я повторюсь в каждом видео об этом, говорю просто, что у меня есть заметка в телефоне, где я веду вот все это время, да, пока я живу, я записываю туда, что мне понравилось, чтобы потом вот так вот разом не сидеть и не вспоминать. Ой, а что я любила, что я пробовала, это очень классный самоанализ. Честно, я безумно благодарна, что выходит у меня такая рубрика, я постоянно оборачиваюсь, делаю какой-то вывод, смотрю, что мне нравилось в этом сезоне, к чему я пришла, есть некоторые взаимосвязи, вы чуть позже узнаете. На себя так со стороны смотришь, и к чему я это говорила, к тому, что еще зимой, наверное, в декабре я записала как фаворит куркума латте. Ее не обязательно пить зимой, как бы, но прям самый топовый, я бы сказала, для нее период, это осень-зима и еще холодная весна. Вот сейчас у нас уже там плюс 17 обещают на неделю, вряд ли захочется такой прям горячий, согревающий напиток, но просто знайте, что она очень полезная, вкусная на самом деле. Это такая смесь куркума, имбирь, лемонграсс, по-моему, что-то еще, ты ее добавляешь в молоко свое любимое, я в овсяное, например, добавляю, разогреваешь. Если у вас дома есть капучинатор, это такая штучка, на которую ты нажимаешь, и она вспенивает. Недорогая, кстати, вещь. Можно тоже, кстати, сказать, мой фаворит, мне она нравится. Ева очень любит взбивать там пенку, то получится прям целый такой напиток. Мне напоминает постоянно сливочное пиво из Гарри Поттера. Они когда пили там сливочное пиво, мне так хотелось попробовать, так они описывали, это у них еще пенка вот здесь оставалась. Ну, в общем, суть в том, что это очень полезный противоспалительный напиток, особенно в период болячек всяких. Кто любит с остринкой, перчинкой, так скажем, имбирь прям хорошую такую пикантность придает этому напитку. А мы переходим к категории косметика. Начнем с уходовой косметики. Есть у меня декоративная косметика, фавориты, и уходовая. В уходовой у меня всего один бренд, это Healing Nature, натуральная косметика из Африки. Составы просто невероятно классные. У меня какая история с этой линейкой? Мне ребята предложили сотрудничество, отправили на тест. Я всегда перед тем, как посоветовать что-то, сначала тестирую какое-то время на себе косметику или что бы это ни было. И понимаю, могла бы я такое посоветовать или нет. Ребята мне отправили косметику, как только мы вернулись из Мексики. И я на нее подсела. Ну, то есть я ее тестировала, тестировала, и я понимала, что я ее использую каждый день. Мне очень понравилось. Здесь гель для умывания, здесь тонер и крем. Это один из немногих кремов для лица, которые не вызывали у меня подкожных маленьких противных прыщиков, которые периодически у меня возникают. Я уже замечаю, что это ни с чем не связано. Ни с едой, ни с циклом, ни с влажностью воздуха, ни с чем не связано. Так вот, с этим кремом они у меня прошли и не появлялись новые. При том, что это натуральная абсолютно косметика. Направлен крем этот на выравнивание кожи, на мотирование. Это, кстати, тоже огромный плюс, что я не просыпалась на ночь им воспользовавшись, не просыпалась прям блином, который блестит. И после него сразу же идеально наносится тональный. И я никак не могу рассказать, в чем прикол-то ситуации. В том, что я почти все израсходовала. То есть я прям уже выжимала, такая, крем уже заканчивается, такая, так, жалко, что заканчивается. А потом я понимаю, что мне даже не хватит, возможно, если я сейчас не перестану пользоваться, показать вам в действии консистенцию, там, да, как наносится. Потому что просто скоро ничего не останется. Делюсь я, значит, с этим Денисом в ванной, как сейчас помню. И он говорит, да классная история. По-моему, лучше для рекомендации, да, для бренда ничего не может быть. Когда ты искренне говоришь, что ты почти все израсходовала, тебе безумно все понравилось. Так что, девочки, рекомендация от чистого сердца, от души. Переходите по ссылке в описании и знакомьтесь с ними поближе. Из декоративной косметики я... Чистенечко... Из декоративной косметики я налегла на тени. Если так даже мельком взглянуть, здесь такая база универсальная, а здесь что-то поярче. Здесь есть все. Вот все, что нужно для ежедневного образа точно, при том и для бровей. Отлично оттенки смотрятся на бровях. И чтобы сделать, например, стрелочку черную тенями с кошенной кисточкой, это у нас мак. А это NYX, но она прям супер весенняя, яркая. Я налегала на оттенки красного, оранжевого цветов и золотистого. Качество потрясающе. Очень долго держались оттенки в течение дня. Итак, мягко-плавно с косметики на книги переходим. Так интересно в категории книги. Настолько разные, во-первых, книги. Одну я до сих пор читаю, но не могла, не могла уже не посоветовать. По хронологии я начала зиму с этой книги про минимализм. Меня вообще очень интересуют темы сокращения потребления. Как я это вижу, я маленькими шажочками, но иду в этом направлении. Без радикального типа «все, мои 35 вещей, которые можно поместить в один чемоданчик, я могу с этим всегда жить, выбрасываем все остальное». Нет. Но мне очень близка тема потребления меньших вещей. И не просто потому, что это вещи, а потому, что как раз-таки в этом кроется для меня более глубинный смысл того, а что вообще для нас значат вещи. И вот как это потреблятство все большего и большего и большего связано в первую очередь вот с нездоровьем здесь. Как я делаю обычно рецензии на книги? Я не профессионал в этом деле. Я готовлю цитаты, которые мне очень понравились, которые могли бы вам что-то рассказать об этой книге. Раньше у Фумио Сосаки, как он пишет, была всегда захламленная квартира, куча вещей, лишний вес, зависимость от алкоголя, проблемы с общением. А сейчас он может упаковать все свои вещи за полчаса. Он хорошо себя чувствует, у него появились друзья и наладилась жизнь. Успешный успех, да? Зачем нам столько вещей, если они, в общем-то, не особо и нужны? Каково их предназначение? Я думаю, что ответ вполне ясен. Таким образом, мы отчаянно пытаемся донести свою ценность, свою значимость до других. Используем предметы, чтобы рассказать окружающим, как много значим мы сами. Следует попытаться сократить все несущественное, чтобы суметь оценить то, что для нас действительно драгоценно. Такова простая идея, которую можно применить к любому аспекту нашей жизни. Подчиняясь желанию иметь больше, мы на самом деле тратим все больше и больше времени и энергии на то, чтобы держать свои вещи под контролем. Очень мне откликнулось это, потому что это 100% так. Мы так стараемся, что в результате вещи, которые должны были помогать, управляют нами. И мое любимое. Ты – это не твоя работа, не количество денег в банке, не та машина, на которой ты ездишь, и несодержимое твоего кошелька. Ты – это не твои гребаные шмотки. Что касается меня, я не просто люблю выбирать, что вот сегодня мне надеть, а какие там сережки выбрать, а в каком ежедневнике написать, а какой ручкой написать. Мне это еще и дает энергию. Я понимаю, что эта эстетика, она мне доставляет удовольствие. Но интересно, знаете что? Что, когда я прочитала эту книгу, во мне что-то фундаментальное сдвинулось внутри. У меня не было какого-то туду-листа, что я сейчас буду делать. Хотя, конечно, книга вдохновляет. Все-таки первое время вы точно будете задумываться о том, нужно ли тебе что-то купить. Как автор говорит, если у тебя нет моментального ответа, да-да-да, конечно, мне это надо, то это нет. То есть, если ты уже думаешь, ну, можно, ну, в принципе. Нет, вдохновение на уборку, на какую-то систематизацию, на то, чтобы прямо сейчас от чего-то избавиться. Это тоже будет. Но у меня еще какой-то произошел прям сдвиг. Почему я это заметила? Да как минимум, потому что в категории одежда, девочки, у меня ноль пунктов. Я ничего себе не покупала из одежды. И мне ок. Вторая книга – это пособие, руководство по воспитанию любознательного. И ответственного ребенка, как здесь написано. На самом деле, это про Монте-Сори подход, но действительно, это закладывается в их методике, поэтому полностью согласна. Ева ходит в Монте-Сори садик. Мне стало интересно побольше углубиться в этот подход. Не просто, чтобы в садике было так, а дома по-другому. Проникнуться вообще этой темой, потому что мне это очень близко, хотя не всегда легко. В Монте-Сори вообще это про подход. Помоги мне это сделать самому. Когда мы ребенку даем полное право и время, самое главное, время, потому что нам же обычным взрослым все «А, давай быстрее, давай быстрее!» Мы даем ему время на то, чтобы он на своей практике сделал любое действие сам. А помогаем мы только в самом-самом критичном случае, когда ребенок уже сам попросит. И сейчас про всю концепцию очень сложно вот так вот одним предложением мне рассказать. Книга, во-первых, очень классная, такая дорогая в плане тактильности, очень приятная, вот здесь вот все выпуклое, что она с картинками вот на любой стороне, видите. Очень классная практическая табличка есть в конце, про Монте-Сори занятия. Если посмотреть фотографии, которые мне присылают из садика, что там Ева делает, я прям, труженица ты моя, там окна помоет, что-то своими маленькими ножничками порежет. И, конечно, про эмоциональную часть очень много в этой книжке, о том, как помогать малышу разного возраста, проживать эмоции, потому что он пока не способен это сделать, если у него гнев, ярость, он просто ревет. Ему действительно могут помочь слова «ты сейчас разозлен», «ты сейчас обижен», «я понимаю». И ребенок осознает, что его любят, его поддерживают не только, когда он в хорошем настроении, когда он хорошо себя ведет, дурачится, но и когда он плачет тоже. Соответственно, он начинает понимать свои эмоции лучше. А нам, согласитесь, даже взрослым этого иногда не хватает. Они учатся стоять, делая попытки снова и снова и снова, овладевают навыком ходьбы сами по себе в благоприятной среде. То же самое относится и к обучению речи, чтению и письму. Работа малышей – это игра. Они, по сути, свои любознательные ученики, если мы позволим им такими быть. Третья книга, можно сказать, настолько вовремя была со мной в сложенные времена. Мне ее подарила подруга, как знала, прямо подарила. При том, что я ее уже начинала читать. У Дениса была такая книга, но мне она показалась очень сложной. Может, два с половиной года назад я прям читаю, пытаюсь, разбираю, каждую страничку по три раза перечитываю, но мне давалась она сложной. И вот когда мы потеряли малыша, я пыталась где-то найти силы, вдохновение, желание жить, продолжать день за днем, а не жить в мыслях своих или в будущем, или в прошлом, как никогда лучше пришла ко мне эта книга. Сила настоящего. Тут, собственно, даже название говорит за себя. О том, как ценно, единственно ценно, по сути, в нашей жизни, это быть здесь и сейчас. И здесь сейчас такая фраза уже попсовывает, довольно-таки, но здесь это настолько глубоко описано. Она очень гармонизирует мысли, сознание, пространство вокруг тебя. Ты никуда не торопишься. Все равно есть у нас такое убеждение, ну, лично у меня оно точно есть и было, что жизнь это какая-то гонка. Успешный успех, продуктивность, выше всего. Но какой ценой иногда? Иногда очень сильно перевешивает одна сфера жизни, там, где ты как раз-таки вот такой достигатор, и куча других проседает. И если жизнь это гонка, то значит, цель дойти до финиша как можно быстрее. Точно ли мы этого хотим? Все проблемы, страдания и боль порождаются нашим эгоистичным умом, цепляющимся за свое ложное я. Вырваться из его плена можно только через абсолютное присутствие в настоящем, единственном реальном моменте жизни. Присутствуйте как наблюдатель, наблюдайте за своими мыслями, эмоциями, реакциями в разных ситуациях. Ваши реакции должны интересовать вас не меньше, чем вызвавший их человек или событие. Я говорю, может показаться сложноватым, тут прям каждую фразочку надо оп, посидел, подумал. Уберите из своей жизни ожидания как состояние ума. Когда поймаете себя на том, что начинаете сползать в ожидания, тут же встряхнитесь, вернитесь в сейчас. Просто будьте. Если человек присутствует, ему незачем ожидать. Так что, когда вам скажут, простите, что заставил вас ждать, смело отвечайте, все в порядке, я не ждал, я просто стоял тут, радовался жизни и радости в себе. Ух, какая большая работа должна пройти над собой, чтобы вообще так мыслить и действительно так жить. То есть, не просто из книги вот так вот вырвать и такой, а я тебя не ждал, чувак, я тут в радости пребывал, а сам внутри такой. На самом деле, самое эффективное упражнение и самое первое, что советует автор, это начать уже сейчас, наблюдать за тем, что происходит в твоей голове, играя роль наблюдателя. Ты в этот момент просто начинаешь понимать, что ты не есть твой ум, что все твои эмоции, которые вот они иногда переполняют, это не есть ты, что тебе иногда достаточно вот так вот отделиться просто и со стороны начать смотреть, что вот этот мозг сейчас придумывает. Мне становится жарко. Перейдем-ка мы к категории аксессуары. Здесь у меня немного, опять же, мой минимализм, видимо, что-то делает, а более того, я же забыла, аксессуар-то куплен летом, понимаете, но просто очень часто я ее пользовалась именно в этот период. Это вот такая огромная сумка из H&M. Для меня это была просто находка, потому что в нее помещается вся моя жизнь в прямом переносном смысле. У меня бывают такие дни, когда я иду и на барабан, а это значит, нужны барабанные палочки, ноты, и на йогу, а значит, нужна форма спортивная, и монтирую в этот день, работаю, мне нужен компьютер, четвертый пальчик вот так, и планер, ну, планер я вообще всегда с собой ношу, плюс все зарядные устройства, наушники, переходники, вот это все, уже, казалось бы, целый чемодан. И да, у меня была, конечно же, цель, чтобы это не выглядело, как один большой какой-то мешок, и она сделана под эко-кожу. Такой у нее приятный материал, молочный цвет, от нее все очень быстро отмывается, это тоже плюс, потому что пару раз я проливала на нее кофе. Далее, это вот такой чехол, который уже попал как-то в влог из Мексики. Скажу сразу, это не дешевая штука, возможно, аналоги есть, но именно так качественно и так круто, я видела только у Банделья. Я увидела эту штуку у своей знакомой и влюбилась в то, как она, во-первых, выглядит, как это удобно, когда твоя деятельность на 100% связана с тем, что ты постоянно берешь телефон, там что-то снимаешь на камеру. Это очень удобно, сумка-чехол. Сейчас в жизни я его сняла, надела обычный чехол, потому что у меня есть моя сумка, еще сверху вот эта сумка, как-то не очень. И в целом, я не так часто пользуюсь телефоном, как это было в Мексике, потому что мне постоянно что-то надо было подснять, сфотографировать. Это очень было удобно, особенно вот с этим кармашком, в который поместится ваша кредитная карта, наличные, да и хоть что на самом деле, записочка от мужа. Новая категория, которой еще ни разу не было в прошлых видео, дайте мне знать, нужно ли ее продолжать, нужно ли этим делиться или не очень интересно, находки именно для Евы. Сюда могут попадать какие-то классные игрушки, книжки, инсайты, вещи для нее. Конечно, не в огромном количестве, типа, знаете, Ева под категорией, книги это, это, это. Нет, скорее всего, будут накапливаться несколько вещей, которые прям вот вообще я бы очень хотела поделиться. В этом видео поделюсь, а дальше уж вы мне подскажите. Первое, это вообще стопроцентная рекомендация, это комбинезон на осень, зиму и весну, к сожалению, в нашем случае это было так. Мы, кстати, очень много получали комплиментов именно этому пуховику, проходили у меня мимо. Мамочки говорили, боже, какой классный пуховик. Это Егорка. И суть в том, что я обошла весь наш торговый центр, у нас большой торговый центр на самом деле, там много детских магазинов. Я обалдела от стоимости комбинезонов на зиму. 28 тысяч, 24, есть там вообще за 50, окей. Там какой-то драгоценный подклад, наверное, который успокаивает, может, как ребенка изнутри и родителя заодно. Но на самом деле, без шуток, реально очень дорогая вещь это оказалось. Я понимаю, что крутой комбинезон, ты его будешь носить долго, он будет тебя греть, ты в нем не будешь потеть. Но именно это все я нашла в совокупности у Егорки на Wild Breeze, заказав. На самом деле, он тоже стоил около 20. Просто там была огромная скидка. Огромная скидка, и мы взяли этот комбинезон за 8 тысяч. Мне очень понравилось, что там разброс цветов, целая палитра, и все они минималистичные. То есть, просто пудровый, просто фиолетовый, просто желтый. Я постаралась подобрать такой цвет, чтобы и для мальчика, если что, подошло, потому что совсем уж розовый брать. Так, сейчас на меня накинутся за гендерные стереотипы, но уж простите, для меня действительно нежно-розовый цвет я бы на мальчика не надела. То есть, если кто-то носит, я ни в коем случае не осужу, мне вообще фиолетово, в категории цветов будем разговаривать. Но сама бы я нежно-розовый при возможности надеть серый, красный, желтый, я бы лучше выбрала другой. Он очень теплый, у него внутри есть специальная мембрана, которая и не дает потеть, и при этом греет до минус там 30, по-моему, градусов. И капюшон у него очень красивый, с такой меховушкой. Все это можно отстегнуть, по частям постирать. Также в категории Ева фаворитом стала книга «Почему?». На самом деле, Денис ее купил, по-моему, как только Ева родилась. Три года эта книга ждала фактически своего часа, потому что период как раз сейчас такой начинается, период «почемучек» это очень интересное время. На самом деле, всегда, когда я слышала от родителей других «Да, это вообще, ты так устаешь!» На каждое «почему?», на твой ответ все равно говорят «почему?». Но это же так интересно! На самом деле, я когда слышу вот эти рассуждения, слышу эти вопросы, впервые, да, я понимаю, что я очень много для себя сама осознаю, открываю. Очень красочная книга, можно читать вместе с ребенком. Адекватные ответы родителям в помощь тоже. Очень простыми словами, чтобы ребенок понял. Кстати, для меня, вот, например, из последнего открытия было, я же говорю, «Век живи, век учись». Неужели курица клюет землю? Вот помните, любую курицу, кажется, что она постоянно клюет землю. Даже там вот нет зерен никаких, она все равно клюет землю. Зачем она это делает? Оказывается, у кур нет зубов, чтобы измельчать пищу, поэтому она заглатывает маленькие камешки и кусочки земли. Эти камешки перемалывают пищу, которую клюет курица, прямо у нее в желудке. Как подарок родителям, например, да или детям. Также, если вспомнить зиму и вот этот период перед Новым годом, нам очень понравился календарь с кармашками для ежедневных маленьких подарочков в декабре. Такая традиция есть в Европе, в США, тоже ведь, да? Я просто почему про Европу? Потому что я так углубленно изучала немецкий язык в школе и ездила в Германию, жила в семье и наблюдала за всей этой картиной. Это очень классно. Волшебная, мне казалось, традиция, волшебное все это время. И мы с Денисом из Будапешта привезли календарь с кармашками. Мы у нас такого не находили, возможно, вы в интернете покопаетесь, найдете. Он у нас просто висел в коридоре и каждый день в кармашек мы что-нибудь туда маленькое клали. И последнее в категории с Евой это не какая-то вещь, которую можно потрогать. Это скорее подход Дениса. Его авторская методика, он может открыть курс по тому, как уговорить ребенка чистить зубы. Да и вообще, у него подходы всегда очень такие здравые. Похожи на Монте Сори, на самом деле. Похожи на здравый смысл. Когда ты не шантажом, например, добиваешься результата, а все как-то через игру, через внутреннюю мотивацию самого ребенка. Просто иногда нужно прям проявить фантазию, чтобы додуматься до такого. В какой-то момент времени Еву мотивировали наклейки щенячьего патруля чистить зубы. Ей очень нравилась традиция, что после чистки она клеит наклеечку. Потом ей стало уже как-то все понятно, видимо. Прошло 3 недели, месяц, может быть, она привыкла. И вот сейчас уже очень долго держится такая тема, как избавление от микробов. Денис нашел фотографию кучи маленьких микробов, которые выглядят, знаете, так мультяшно. Недобрые персонажи, будто бы. Он их распечатал. И, конечно же, рассказал, что у нас во рту живут микробы, что они кушают зубки. И что, например, если она что-то поела и там остался кусочек яблочка, то эти бактерии идут, кушают это яблочко и разрушают зубки. Потом можно получить дырку. В общем, без запугивания просто реальная история того, что происходит у нас в зубах. Потому что мы взрослые еще как-то мотивированы, да, тем, что не хотим кучу денег тратить на стоматологов, сидеть потом там. Нет, спасибо, я лучше зубы почищу. То для ребенка нужно реально придумывать какие-то обходные пути. И вот эта распечаточка очень Еву мотивирует, потому что после каждой чистки зубов она вырезает одного микроба, его вот так вот комкает, давит ногой, рукой, выбрасывает или рвет и говорит, все, микроб ушел. И Денис в этот момент исполняет роль микроба. И он по-всякому извивается, как будто Ева его прям сейчас уничтожила. И в финале, когда уже полностью Ева все почистила, сполоснула, то есть прям на пять с плюсом, Денис делает сальто на кровать. Но это не обязательно. То есть это просто он показывает, что все, микроб уничтожен. И Еву вся эта сценка очень забавляет, ей это очень нравится, и она сама ждет, когда мы будем чистить зубы. Это невероятно. На самом деле не обязательно это связано как бы с чисткой зубов. Это просто про то, как мы взрослые можем, воспользовавшись нашей фантазией, сделать любое событие для ребенка более безболезненным, более приятным. В категории фильмы самый первый фильм мы посмотрели, и он сразу же попал в топ, в мой топ первого же января. Фильм Чемпион мира. Это фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмата. Я честно не думала, что про шахматы можно снять так интересно, так вовлекающе. Мы вообще очень любим фильмы, которые основаны на реальных событиях. Это прям какая-то особая энергетика от них, как будто ты понимаешь, что это не просто история какая-то выдуманная. Это вот то, что было и то, что это еще и происходило с нашей страной. И Денис, кстати, после этого фильма невероятно вдохновился вообще шахматами. Он так-то шашист по жизни. Мастер спорта или кандидат мастера спорта по шашкам. После этого фильма он настолько загорелся, что играл по 3-4 партии в день. Есть какой-то сайт, то ли приложение, где ты можешь играть со всеми людьми по всему миру и люди тебе находятся равные по рейтингу примерно. Это очень прям удобно. Представляете, как фильм, да, может так вот вдохновить. Я очень люблю фильмы, особенно мотивирующие на спорт, на какое-то развитие такое, потому что, если представить, сколько среди молодежи, например, посмотрят, вдохновятся каким-то видом спорта и захотят попробовать. Собственно, как произошло с фильмом Король Ричард. Уилл Смит сыграл в этом фильме главную роль. Это история восхождения теннисных суперзвезд Венеры и Сирены Уильямс, которых с самого детства тренировал их собственный отец Ричард Уильямс. Какая-то просто невероятная история о том, как вера в своего ребенка, система, дисциплина, конечно же, какая-то сила духа, что она вообще может сделать с людьми. Очень вдохновляющий, интересно снят. И третий фильм, на самом деле, он не стоит рядом с этими двумя. Он очень легкий, комедийный и на один раз. Фильм называется «День да». Про то, как родители решили провести день да для своих детей. История такая, что чаще всего в этой семье было слышно слово «нет». Буквально на все. Типа, это нельзя, сюда нельзя, сюда не суйся. Особенно от мамы это исходило, хотя раньше она была супер оторвой и, казалось бы, всей жизни говорила всегда «да», всех за собой влекла. Но вот случились в ее жизни дети и она вдруг стала суперосторожной и все запрещать. И на этой почве был расслаб с детьми. Им посоветовали проводить периодически, ну или хотя бы один раз попробовать провести день да. День, когда они не могут не сказать да на любые вещи, предложения детей. Особенно это интересно, кстати, когда ребенок реально взрослый уже. Ну, то есть, не просто Ева там, она даже не поймет, если мы начнем говорить ей на все абсолютно да. Хотя, если честно, мы крайне редко говорим на что-то нет. Это вот прям должно граничить с жизнью или должно быть очень быть опасным что-то. Ну или окей. То, что, например, нанесет ущерб нашему имуществу, то понятно нет. А так, все ее безумства в основном мы поддерживаем. Но здесь просто интересно, что взрослый подросток может управлять твоим днем, тебе сказать, оденься в супергероя, да, и пойди там, закажи пиццу в таком виде. В общем, прикольно. Посмеетесь, хорошо проведете вечерок. Также новая категория под названием штучки. Я просто не знала, к какой категории это отнести, потому что это вещи, которыми мы пользуемся в быту. Сейчас поймете, о чем я говорю. Например, это невероятная штука, устройство от катышек. У нас у всех есть свитеры, да, вот, например. Хотя я, по-моему, недавно его как раз чистила. На самом деле, такие штуки продавались даже в фикс-прайсе за 55 рублей, но я не советую тратить деньги, потому что они неэффективны вообще. Это от Philips, она стоит 1000 рублей, но она очень эффективно справляется с катышками. Вот здесь такой контейнер, куда копятся все эти катышки. Ну, просто небо и земля. Я там шапку Денисову от катышек почистила. Она как новая стала. Мне кажется, она стоит того. Это, кстати, как подарок кому-то тоже классный, если у вас уже, например, есть. Следующая вещь, это диспенсер для мыла автоматический. На самом деле, я подарила, как один из подарков, эту штуку Денису на 23 февраля, хотя, казалось бы, это подарок в дом, ну, в квартиру, в семью. Ну, просто я знала, что Денис оценит ее больше всего. Он любит все такое автоматическое, удобное, продуманное. Ты подносишь к этому устройству руку, и оно выдает тебе нужное количество пены. Пены! Это очень удобно, что не вот гель, который тебе надо еще раз пенить, а уже пены, для того, чтобы один раз нормально, комфортно помыть себе руки. Тоже, мне кажется, как подарок кому-то, особенно, если вы знаете, что кто-то фанат такого очень круто. Кстати, можно было назвать эту категорию быт, я только что поняла. Все это, по сути, для дома, так или иначе. Третье, это такое устройство, это бутылочка, я сейчас не смогла ее взять с собой, потому что Денис как раз приболел, и дома ею пользуется. Это очень удобная бутылочка со специальным дозатором для промывания носа. Солевым раствором, например, ну или чем бы обычно промываете нос, чаще всего солью. Когда только заболеваешь или когда лечишься, это одно из самых эффективных, собственно, способов промывать нос солью. Раньше я это делала супер неудобно и ненавидела вообще эту процедуру, когда ты сам дома, берешь вот так вот блюдечко, туда тепленькую водичку, соль, и вот так вот всасываешь носом. Все это проходит у тебя по носоглотке, ты выплевываешь ртом. Ненавидела, очень неудобно, все течет. Потом где-то в возрасте 20 аж лет, по-моему, когда я была беременна, я узнала о существовании аквалора или аквамарис. Есть разные такие штуки, устройства с носиком, которые для этой же цели служат. Такой душ для промывания носа, ты нажимаешь и там очень удобно идет вот эта тоненькая, приятная струя тоже с этой же целью. Но они достаточно дорогие и именно дороговизна их в этом вот устройстве, по сути, вот в этой кнопочке, то, что это душ, что это газовый баллончик. И когда я увидела вот эту штуку, о которой я вам сейчас расскажу, я поняла, что это какие-то гении сделали, потому что это обычная пластмассовая бутылочка, в которую ты сам наливаешь раствор, ну, можно просто физраствор, да, это тоже с солью. И суть именно в эргономике этого устройства, этой бутылочки. Она устроена так, что именно при наклоне головы ты вливаешь раствор в одну ноздрю, и вот я всегда к этому стремилась, никогда не понимала, как это делают. Я видела, что это делают йоги, какое-то специальное промывание, вот так вот, через одну ноздрю в другую. И именно этот прибор, видимо, так он удобно устроен. Вот эта струя идеально проходит из носа в нос. И сейчас я обожаю эту вещь, потому что ты раз ее купил, и все, соль эту намешиваешь и используешь. То есть тебе не нужно постоянно покупать этот аквалор. В путешествии ее удобно взять, ее точно там вручную кладь пропустят и все такое. Я ее заказывала на iHerb еще год назад. А можно поискать, я думаю, на наших маркетплейсах что-то подобное точно найдется. Но, в общем, протестировано и одобрено. Рубрика, которую я назвала инсайты, это какие-то осознания, которые пришли. И наверняка их было намного больше, чем одно вот это. Просто я почему-то во время я их не записывала, но, значит, это будет самая важная идея. Начать надо с того, что мы вернули с Денисом свой режим, когда мы рано просыпались. Еще до беременности у нас был режим, когда мы просыпались в 5 утра, и до 8 утра мы кучу дел уже делали. И не в плане дел, типа, вот рабочих, обычных дел, которые ты делаешь в течение дня. Нет, как раз таки ты занимаешься вещами, которые тебя очень наполняют, которые ты обычно откладываешь на потом, но потому что, как бы, не самое-то важное. Такие, как чтение, зарядка полноценная. Просто посидеть и подумать, вот пока весь город спит. Ранние подъемы это невероятный заряд. Раньше я так и не думала. Потому что важно, что ты делаешь в это время. Ну, не просто ты встал такой и пошел вот делать свои дела, как обычно, а важно, чтобы это утро было для тебя наполняющим, вдохновляющим, чтобы ты хотел проснуться. В этом ведь весь сок. Как оказалось, это как раз тот самый островок стабильности, на который ты можешь повлиять, и который так нам сейчас всем необходим для того, чтобы не потеряться, не загнаться. Потому что в нашем быстро меняющемся мире сейчас, когда ты не можешь нормально планировать, надо находить вещи, над которыми ты не теряешь контроль. Практически никогда. А это, например, ты. Твои реакции на что-то, твой распорядок дня, то, что ты ешь. Эти маленькие выборы, эти маленькие шажочки, они дают нам ту самую свободу, которую важно иметь человеку. У тебя есть то, за что ты можешь поддержаться. То, что повторяется изо дня в день, а значит, это стабильно. А значит, это безопасно. И это вот в психике очень важно за это держаться. И я не думала, что вот так вот нас навеет в не самое благоприятное время, когда, казалось бы, саморазвитием заниматься вообще. В последнюю очередь хочется. Нам прям дико захотелось этого, потому что, видимо, как раз-таки потребность была. Поэтому я не ожидала, что режим для нас будет вот такой вот точкой опоры. Забавный у меня список приложений за это время топовых. Билеты ПДД, которые я нарешиваю и планирую сдать. Я учусь на права сейчас. Это первое приложение, а второе это Телеграм. Не могла ли мне рассказать? Обязательно подписывайтесь на меня, потому что у нас с вами там очень теплая, ламповая, как любят говорить люди, атмосфера. Ни с чем не сравнимая, ни на что не похожая. Я вас там очень жду, записываю голосовые, видеокружочки. Хотела в этом видео, кстати, поделиться в категории истории и притчи одной невероятной историей. Точнее, это даже не история, а эксперимент, это опыт. Но также я подумала, что это будет потрясающая связочка с моим Телеграмом. Подписывайтесь. И там я в голосовом сообщении расскажу про эту историю. Потому что это видео уже и так очень длинное, я прям это чувствую. А в Телеграме, как в виде мини-подкаста, очень прикольно, мне кажется, записать такую историю. По нашей с вами традиции обязательно спускайтесь в комментарии и пишите, чем вы пользовались, что вы полюбили за этот период времени. Но у меня на канале близится видео про ремонт. Потому что сейчас прям такая активная фаза, когда уже все черновые работы закончены, уже даже керамогранит в санузлах лежит, висит, приклеен. Ну, короче, он есть там. И вот май, это будет, наверное, самый такой пик, когда все будет оживать. Я вас обнимаю, благодарю за просмотр и увидимся совсем скоро. Пока!